Девушки отдыхают Ой, там в краю далеком Буду тебе женой Там в краю далеком Буду тебе женой Жена у него есть, между прочим Милая моя А взял бы я тебя Вот там в краю далеком Есть у меня Вот есть у него жена, понимаешь? Вот сволочи, они все сволочи Так, за наши девичьи счастья быстро Любань А ты не хочешь завидовал орёк открыть? Ты что, хочешь продавцем у меня поработать? Ты что, с ума сошла? Нет Просто одному человеку надо хорошему помочь А, я уже помогла одной хорошей Ой, так помогла Кому? Ирме Павлу Гуськову жене? Угу Зачем в ларёк? Ты понимаешь, она живёт как в клетке Пашка её убьёт А ей даже вообще пойти некуда Она же одна У неё все родные в Германии Полин Не надо Не лезь ты к этим Гуськову Ну, я тебе как старшая сестра говорю, я знаю Ты больше не бандит Она девочка Совсем ей помочь надо Послушай, мы ей не поможем Как бы не навредить И закончили этот разговор Одной плохо Ой, не знаю, мне не очень хорошо Как королева Хочу готовлю, хочу не готовлю Хочу убираю, хочу не убираю Нет Плохо одной Мог посмотри на меня А значит, девки правда говорят? Чё говорят? Говорят Говорят, что этот больной твой Добров Глаз на тебя положил С Тимошкой дружит М? Я ему просто помогла По-человечески лечила Мося моя, ты по-человечески уже тут всю деревню вылечила Ну, к Алисе влюбилась Да Так, ой, господи боже Он у меня два дня всего был-то А потом уехал Сказал что-нибудь? Ничего не сказал Даже не попрощался Сволочка какая Да, дай ему позвоним Телефон-то есть И телефона нет Нет мне телефона никакого И адреса у него нет Потому что он женой разошелся А это хорошо, что разошелся Очень хорошо Бомжик А на это я тебе твоего доброго, слышь ты Мурин, ты не Москва, найду Ну-ка, быстро взяла бокал За нас быстро Они все сволочи Все равно плакать и за них нельзя Нельзя Ну-ка, не плакать Молодец Девушка, милая Ну как это, нет адреса Мурина это все-таки не Москва Поищите, пожалуйста А Любовь Петровна Мороз Что? Ой, а где Любовь Петровна уже спрашивала? На вершину стелят Садитесь, ужинаете А дай как-то неудобно без хозяйки Я поел Да удобно, удобно и поешь Давай, давай, давай Садись за стол Так, что пить будем? Ну, я бы водочки бил Правильно А я б тоже Водочки У нас венцов есть Давай Ну, говори, тост Я? А кто это у нас единственный мужчина? Давай Значит так Она ведет через пустыню И через горные хребты И на ветру она не стынет И не боится высоты За то, что в нас волнует кровь Мой тост, конечно За любовь Вау Сам что и сочинил Ну Здорово За любовь За любовь За любовь За любовь Ну ладно, давайте здесь сидите Ну, пойдем Ваше дело молодое Может, что, почуть? Не-не-не-не-не, пошли Пошли Да Спокойной ночи Спокойной ночи Спасибо за все Здоровье Держу А я и не знала, что ты стихи сочиняешь Я думала, что ты только эти Идиотские анекдоты Про шиферов знаешь И все Дай мне этого Я... И, Оля, ногу чего знаю Дай мне еще по одной Давай Ты знаешь, Бог когда женщин создавал Он их из теста замешивал Но сахар Он не в каждую положил И вот с тех пор Каждый мужчина Так сказать Ищет своих сладких женщин Знаешь, ищет И вот давай выпьем За тех сладких женщин И за тех мужчин Которые их нашли Ай, тост Давай 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 Ты только закусывай, да? Ха-ха-ха 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 Субтитры сделал DimaTorzok Поль, ты знаешь, на что Наташка Семенова деньги потратила? Да знаю. Ну? Она себе веранду вокруг дома сделала. Не веранда, прям фазенда целая. Ой, дура какая. Мы же расширяться хотели. Ну, хоза дело открыть, галантерею. Она разорит Семеновна. Конечно, разорит. А он ее бросит. К тебе вернется. Примешь? Нет. Ой. Нет, правда, нет. Ты что? Знаешь, какая я на него злая. Да пусть он подавит со своей этой Наташкой. Ну, что, я и одна проживу. Ко мне Танюшка приезжать будет. Все, спать давай. Ну, давай, все. Ведь сколько лет пора ушли, а? Ну, вот как он мог, а? Я не поняла. Прям предатель какой-то. Ген. Угу? Что-то я устала. Так. Иди, ложись. Давай приберу здесь все. Угу? Да. Ген. Ага. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Оля? Кто это здесь хотел научиться целоваться? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ты чего? Чего газеешь? Двигайся. Я? Ну не я же. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Ну вот, взгляните. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Мы и нападенную праву найдем. А сейчас поезжайте домой, постарайтесь отдохнуть, расслабиться. Я вам позвоню. Да, Василий, понял. Хорошо, хорошо, Фролов. С меня причитаются. Будь. Ты знаешь, кому он ходил в области? Как назло к майору Карпову в областной рукопы. А я Карпова знаю. Волкодав. Цепится, не отпустит. А что делать? Не знаю, Дима, пока не знаю. У него семья есть, ну, жена, дети. Три года назад разошелся и есть сын. Ростислава, семь лет. Ну, вот так намекнешь ему, что если не угомониться, с сыном его что-нибудь случится. Да он меня просто удушит. А ты как хотел, милый человек, и в кресло сесть, и рыбку съесть? Нет, брат, извини. Так не бывает. Спасибо, Ген. Смешаю, теньку. Оль, пока. Оль, Оль, погоди. Здрасте. Здрасте. Я это, после работы зайду, ладно? Ты чего у меня? Ничего. Стерва же ты, Олька. А ну, вылазь, вылазь! Ген, готовим за проезд. Ген, да мы еще не наторговали. Ты ж обычной обратной дороги обеличивал. А у меня на маршруте контрольная работа. И тебя чего из-за вас долг? На работу потерять, что ли? Ой. Значит так. Значит, домой переодеваться? У кого денег не будет, не повезу. Пешком пойдете. Машину из Мурина я встретил, расписался за тебя, почту принял. Мам, ты иди позавтракай, а я тут у тебя посижу. А я у тетю Люку позавтракала, так что лучше ты иди отдыхай. А тебе еще звонил Борис Сергеевич. Ну и что ты ему сказал? Я сказал, что ты в Мурина, а он, ну что, перезвонит тебе сегодня. Ну ладно, ну ты иди. Спасибо тебе. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Алло, Завидова. Здравствуйте, Полина Петровна. Это Борис. Вот, прошу прощения, что так внезапно исчез. Просто не смог дозвониться. Ну что вы, я все понимаю, вы деловой человек, заняты, все нормально. Я хотел заехать к вашей сестре, мне Тимоша сказал, что вы там, но не смог, замотался. А сейчас вот почти в Мурино. Алло, вы меня слышите? Сердце ваше как? Нормально, не болит. Точнее, нет, ну, это... Ноет, щемит. Вы знаете что? Вы обязательно поезжайте в нашу областную больницу. У нас там очень хорошие кардиологи. Вы меня не поняли, Полина Петровна. Борис Сергеевич, вы меня извините, пожалуйста. Мне просто работать нужно. Очень мало времени. Полина, подождите. Я хочу увидеться. Всего доброго. До свидания. Ой, господи. Ой, дура какая. Работы у нее много, ага. Идиотка. 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Наша автоколония, как вы снах топали, все наперекосяк, ни черта у них нет, где вы что делаете, сами не знаете, посмотри ремни, 20 тысяч, все, все вам, сверху третий, я вам что раз делаю, ну хоть ремни-то мне купите, мы не доедем, да нет, ничего не знаю, ой, как я-то не знаю, а вы когда в Замедово? Скоро, если доеду, конечно, помогите мне коробки из машины в автобус погрузить, это для Полины Петровны Мороз, медикаменты, для Полины Петровны? Да, а где коробки? Да вот, в машине, вот, сколько коробок-то, да, это лекарства, шприцы, фетерские наборы, вот, держите, ага, сейчас, сейчас, ну, так, теперь Полина Петровна у нас настоящий врач, да, только вот без больницы, ну, я думаю, это не с горами, знаете что, да, без меня не уезжайте, я сейчас машину отгоню и в автобус, не сдвинусь, ага, все, давай бабоньки, заливайте там, заливайте там, раскидывайте. Тимох? Тимох, ты дома? Тимох, у тебя кофе есть или нет? А с каких-то ты пор кофе стал пить? Да не мне, это квартиранту. В каком квартиранту? В каком, каком, какой у тебя был, теперь это у меня. Говорит, доктор велел свежим воздухом дышать. Погоди, Борис Сергеевич, что ли, приехал к тебе? Ну, че, попросился, вон, а мне жалко, что у меня одному-то. Вон сидят с Тимохой, инструкции изучают. Какие инструкции? Ты кофе-то дашь, нет? А, да, сейчас. На. Ну, и сама заходи, че сычем-то здесь сидеть? Так ждать тебя или как? Ну, приду попозже, ну, дед, иди. Смотри. Так... Ой, Господи. СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ Полу... По... Полиуретан Да убери ты его, тут же материна все-таки у нас, стерильность как-никак Полиуретан, залитый между стенками контейнера Гарантирует изоляцию и сохраняет качество вакцины и крови Здрасте Здрасте Здравствуйте, Полина Петровна А это что такое? Это тебе Борис Сергеевич всякие медикаменты привез Вот Спасибо Чего, если так много? Спасибо, конечно, но вы зря потратились Я все равно не имею права этим воспользоваться Понял Почему? Вы же врач, у вас диплом есть У меня нет лицензии на медицинскую практику Ну отнеси в дом Потом где я буду лечить? В пункте, который закрытый, там сто лет ремонта не было Ну, с ремонтом я помогу, я же строитель Да с ремонтом пол села поможет, ну толку-то что? Ой, все не так просто Там оборудование нужно, холодильники А кто за свет, за газ, за тепло, за все это платить будет? В районе мне четко сказали, денег на это нет Да дай так каждый день кого-нибудь лечить И рискую каждый день нарваться на неприятности Господи, ну не дай бог, с кем что случится на меня нажалуется Так это вообще подсудное дело Вот бред какой, а В поселке есть врача, лечить нельзя Так Че, Бычков что ли? Здрасте Полина Петровна, я тебя дома искал А что случилось? Да матери совсем плохо А что с ней? Кричит, спасу нет, я не знаю что делать Скорую вызвали? Да вызвали, толку-то, а пока не дает, она помрет Полина Петровна, я тебя прошу, поехали, сделай укол или еще чего, а? Помоги Паш, ну ты же знаешь, что я не могу, ну нет у меня лицензии, ну не мучайте вы меня Ну что ж, теперь помирай что ли, матери, а? Из-за лицензии И ты Христом Богом молю, спаси, мать, а? Поехали, Полин Ладно, иди в машину, я сейчас Спасибо Ну вот и пригодилась А вы что, знакомы? Виделись Я с вами поеду Нет, не надо Ладно, езжай, неплохо человеку Я прогуляюсь, Петр Михайлович Здравствуйте Проводи Алло, это я Он здесь завидовал Остановился у отца Полины Нет, без машины Ну, Макаровна, как ты? Таблетчик дай Все, Полин Я в боку Я в груди сжать Давай Затылок отдает вам Вот здесь вот, вот как Как Ой Лочи нет А Ирма где? Да Пашка ее в комнате закрыл Боится, чтобы они с дочкой не заразились Да понял я, все сделаю Забудь о заводе, слышишь? Не рыпайся Я смотрю, ты к Полине не ровно дышишь Вот подумай, если я Тем более вы с ним хришь Если ты их хоть пальцем тронешь Удавлю Понял Макаровна, хорошая моя Давление очень высокое 210 на 130 Клоуфелин есть? Не помогает он мне Пила уже Сделаю укол какой-нибудь Не могу я Скорая приедет, сделает Я таблетку выпила, пока хватит Не доживу я до До скорой Может они к утру приедут Делаю укол Ой господи Ну ладно, только в последний раз А ты слушай меня внимательно Скорая приедет, скажешь Сделала укол дегоксина Чего? Ди-го-ксин Запомнишь или записать? Запомню, что там? Не забудь, это очень важно Ладно Давай подержи две минутки Так, а сейчас полегчает Не провожай Паш А болезнь-то у твоей матери Незаразная Ты зачем Ирмова заперти держишь? Знаешь что? Ты лучше в наши дела Ты не лезь И передай Володьке Никитину Чтобы он заверстал мою жену Обходил ясно тебе И сама к ней больше никогда не лезь Ты что, не угрожаешь что ли? Все, в бандитов играешь? Да нет, это похоже Ты мне угрожаешь А ты не думай Что вся деревня по-твоему жить будет Послушай меня внимательно Ты если не прекратишь Над женой издеваться Я в Германию позвоню Ее родственникам И все им расскажу И они у тебя заберут И Ирму, и ребенка Вообще их больше никогда не увидишь Ты понял? Ты что, меня предупреждаешь? Так вот и я тебя предупреждаю Гони своего квартиранта Чтобы у духу в завидование было ясно А то ты бед с ним не оберешься И запомни, Полина Я добра не забываю Но и зла не прощаю Ясно тебе это или нет? Дурак ты, Паша Вы меня напугали Извините Что вы здесь делаете? Скажите, пожалуйста Чем мы Пашку Гучкову так разозлили? Вы поаккуратнее с ним, Борис Сергеевич Полина Петровна Можно я вас провожу? Зачем? Меня в деревне никто не обидит Я в этом не сомневаюсь Но проводить это не только защитить Просто быть рядом с вами И так по деревне уже сплетни уходят Зря вы приехали Вы же сами все прекрасно понимаете Вы завтра уедете Я здесь останусь А деревенские еще долго Мне будут косточки перемывать А может, я тоже останусь А зачем? Я ведь действительно Как будто с того Света вернулся Ты меня вернула Я жизнь увидел Стал смотреть на нее другими глазами Люди в Завидово Важны для меня Дороги Особенно вы А мне кажется Что у вас сейчас проблемы И вы пытаетесь здесь от них спрятаться Ну что ж ты со мной все время Как доктор Разговариваешь Не прячусь я от проблем Я их решаю Получается? Что? Решать Почти всегда А давайте еще погуляем Я спать хочу А вот вы погуляйте Вам полезно свежим воздухом дышать Спасибо Спокойной ночи Спокойной ночи Спокойной ночи Ой господи И что ж ты такая строгая Полина Петровна Неприступная С тобой говорить страшно Мне кажется Я уже reptел Спокойной ночи Неприступная Я буду impression Оно Я Prior С тобой Хорошо macht О, доброе утро. Здорово. Чего там, Макаровна, как она? Да нормально. У нее желчный пузырь больной. Давление подскочило, но я ей укол сделала. А внук спит еще? Да пусть поспит. А квартиран твой где? Ни свет ни заря укатил в Мурино. На первом рейсе. Дела, говорит. Ты завтракала, нет? Да ела. Ну, пойду, бывай. Ну, гляди. Так, 10. Оль, Михайловна, ты чего? Спросить хочу. Пришел вчера после работы. Достал бутылку. Спрашиваю, Ген, сынок, что случилось-то? Молчком упился. Мух, сядь. Утром словом доброго не сказал. Половедроватый выхлестил, ушел. Что у вас случилось-то в Мурино? Да ничего не случилось. Ну, они на дискотеке с Ольгой были, потом пришли к нам, мы посидели немного, все. Выпивали? Ну, чуть-чуть. Ну, что ты, Михайловна, перестань, ну, выпил он рюмку, ну, максимум две, ну. Может, он с Ольгой поругался? Да не ругались они. Наоборот, он такие толстые говорил в стихах, да про любовь. Ты знаешь, как я меня глазами на него смотрела? Что ты? Алина! Ой, прости, Михайловна, извини. Сейчас разорвет, сейчас разорвет. С работы сбежала, должна рассказать быстро. Ну, Семен с разлучницей поругались. С кем? Да с Наташкой поругался он. Да ты что? Из-за чего? Она себе шубу купила. Летом, зачем ей летом шуба? Да дура, понимаешь? Семен же собирается расширяться, магазин расширять, она на себя деньги тратит, но он ей разгон устроил. Ой, ты боже мой, а я не знала, что у нас такой будет, а? А что на деньги тратит? Магазинный, транжира, правильно? Ой, я тебе рассказала, ну, я побежала, я тебя целую люблю, конфетку возьму, какую не знаю, вот эту. Здравствуйте. Здравствуйте. Полина Петровна Мороз? Это я, а что такое? Старший лейтенант Петров, вам повестка, распишитесь. Вам следует явиться к следователю Снежко для дачи показаний. А вы кто такая? Секундочку. Федор, в чем дело? Да я ни сном, ни духом приехал, спрашивает, как найти Полину Морозу. Пожалуйста. А зачем, не говорит. Я старшая сестра. И имею право знать, за что вы ее арестовываете. Да подождите вы, никто ее не арестовывает. Надо приехать в райцентр, дать показания. Я, кстати, на машине могу подвезти. И следователь как раз на месте. Не надо, сами доберемся. А то что это как арестантку перед всем селом везти? Ну-ка, Палыч, пошли. Если с Полиной что-нибудь случится, мы тебя всем селом. Да я Полине по гроб жизни. Она с моего Лешку с того света вытащила. Так. А вот так? Конечно. А вот так. Тимош, беги на почту, подежурь вместо меня. А ты-то куда? Да в милицию ее вызвали, не сказали зачем. Так, если Борис Сергеевич будет звонить, скажи ему, что... Все, да. Ну все, давай. Нашлась-таки подлая душа. Донесли, доложили. Здравствуйте. Привет. Здесь подождите. Говорят, подождать. Слушай, я побежала. Сколько? Мне хлеб развозить. Кисенька, придешь ко мне, папа? Да, придите. Все, 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 все. Давай, пока. Входите. Здрасте. Простите, пожалуйста, а долго еще? Вы простите, пожалуйста, но у меня просто нет времени сидеть и смотреть, как вы пишете. Теперь у вас будет много времени. Гражданка Мороз, Полина Петровна, на вас поступило заявление от гражданина Гуськова, Павла Владимировича, где он говорит о том, что вы, не имея лицензии на частную врачебную практику, все же занимаетесь лечением односельчан. Я ничем не занимаюсь. И это еще не все. Вчера вы, не дождавшись бригады скорой помощи, сделали гражданке Гуськовой 75 лет укол, после которого она попала в реанимацию. Как в реанимацию? Подождите, я предупредила их, чтобы они ни в коем случае... А, значит, вы не отрицаете, что вы занимаетесь частной врачебной практикой. Скажите, а у вас вообще диплом есть? Есть у меня диплом. Я мединститут окончила. А врачом не работала, потому что должности такой в Завидово нет. Была только ставка фельдшера. А потом вообще этот фельдшерский пункт закрыли и ставку сократили. И я осталась без работы. Осталась без работы. Очень хорошо. И стали практиковать на дому, да? Господи, да говорю вам, нет. Я на почту на работу устроилась. Понятное дело, если ко мне люди приходили, которым помощь нужна, ну, конечно, я помогала. У меня и образование, и опыт. Но я же живой человек. Я же не могу отказать. Вы не горячитесь. Не горячитесь. Я вас очень хорошо понимаю. Ну, как женщина женщину. Вдова. Одна. С ребенком. Ну, конечно. Ну, что бы не подработать-то? Тем более, когда деньги сами в руки плывут. Да? Да какие деньги? Да вы что? Вы о чем говорите? Ну... Вы что думаете, я не понимаю, кто это дело затеял? Только вчера Гуськовой плохо стало. А сегодня меня уже к вам привезли. А нужно было ждать, когда вы полдеревни умурите? А вы меня не оскорбляйте. Знахарка. Не надо со мной так разговаривать. Вам Гуськову денег дали? Ну, давайте, отрабатывайте их. Ну, я тебя за такое обвинение, Петров. А ну-ка, уведи эту хамку. Пусть посидит, подумает. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Заходите. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Завидова. Тимоха, привет. Борис Сергеевич, здрасте. Как хорошо, что вы позвонили. Слушай, а мама далеко? Мама? Мама. Маму в милицию увезли. Зачем? Ну, я не знаю. Машина приехала какая-то из района. А когда? Часа три назад. Так, слушай. Я все разузнаю, а ты будь со мной на связи. Понял? Хорошо, буду телефон. Пока. Борис Сергеевич сказал, что когда все разузнает, перезвонит. Не, ну сами же пришли, а потом заявление. Что за люди, а? Беженцами прикидываются. К ним по-людски они. Статья 235. Занятие частной медицинской практикой лицом, не имеющим лицензии, если это повлекло причинение вреда здоровью человека, наказывается штрафом до 120 тысяч рублей, либо лишением свободы до трех лет. А если Екатерина Макарна Гуськова умрет, то Полина Петровна Мороз сядет надолго. Господи, ну как же сядет? Да вы что? Она же мирный человек, вы мирных людей арестовываете, а бандиты у вас на свободе ходят. Ну как же это может быть? Она же врач, приказа помогать всем. Что с ней разговаривали? Дозвонил себя до Павла, нашел его. Он в больнице, у него ночью чуть мать не умерла. Говорит, что виновата в этом Полина Мороз. Ну, якобы она там каким-то уколом и не так уколола. Он написал заявление, в КПЗ ее посадили, уже он сидит. Я думаю, что он таким образом хочет на Доброва надавить. А Доброва здесь при чем, Дима? Говорят, что он там это, любовь. Он же даже переехал в Завидово, живет у ее отца. Идиот. Найди мне Павла, срочно. Бегом, Дима, бегом. Хорошо. Доктор, ну скажите, а к кому тогда людям идти? В поселке ни медпункта нет, ни аптеки. Они же сами ее об этом просят. Да я все понимаю. Просто от меня ничего не зависит. Потому что Павел Гуськофил уже подал заявление. Единственное, что я могу посоветовать, это молитесь. Молитесь, чтобы она выжила. Потому что если она не выживет, то сами понимаете. Понятно. Ну держитесь. Пойдемте, я хочу вас спросить про больного из 32-й палаты. Что у нас здесь? Ты что творишь, а, мил человек? Ты что, Паша, не знаешь, что Добров ездил в область, мосты наводил? Что у него есть в области, кому за Полину Мороз словечко замолвите? А, Паша? Алло? О, Добров, Боря. Боря, ты не кипятись, не кипятись. Спокойней, Боря. Боря, ну ты можешь толком сказать, что случилось? Что? Гуськов? Какой Гуськов? Боря, откуда мне знать, какого-то Гуськова? Значит так, Никита. Игры закончились. Если с Полиной что-нибудь случится, я перестану быть хозяйствующим субъектом. Я тебя порву. Надеюсь, ты меня понял. Алло, Боря. Боря. Это был Добров. Значит так. Пиши заявление, что ты не имеешь никаких претензий к Полине Мороз. Ничего я писать не буду. Да она мою мать чуть не угробила. Ты что, вродица, ты забыл. Как я тебе за два дня сделал документы. Ты хочешь, чтобы я тебе за сутки назад вместе с твоим семейством твой кишлак выкинул? Пиши. И сам отнесешь начальнику милиции. Тоже мне придумал, а? Ну, здравствуй. Ну, что? Теперь можно тебя проводить? Куда? Домой. Тимох, это я. Борис Сергеевич. Значит, слушай меня. Все в порядке. Гуськов написал заявление. Маму сейчас отпускают. Я сразу привезу ее домой. Все хорошо, понял. Дед, Гуськов написал заявление, и мама с Борисом Сергеевичем едут домой. Да неужто ж совестью богатой проснулась. Девки, ну и дайте-ка мне поможете сом накрыть, а то ведь небось оголодала. Арестантка-то так же на харчах-то, на тюремных. Ой, господи, Полиночка, слава тебе, господи. Мою девочку маленькую. Ну что, ко мне? Ванну примешь по-человечески. Не, Люба, я домой. Не могу с вами. Мне хлеб развозить. Вечером увидимся. Ну чего ты? Твой Добров настоящий мужик. Да не мой. Правда? А может, и мне его подаришь? Слушай, иди ты хлеб развозить. Ха-ха-ха. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Борис Сергеевич, а вы... А давайте на ты. Мы же столько времени с вами знакомы. Ну, не так уж и долго мы с вами знакомы. А мне показалось, я вас не видел целую вечность. Да, останови машину. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА По-хорошему с Добровым не получилось. Будет по-плохому. Областной следователь под нас роет. Ему нужен свидетель Добров. А нет свидетеля, дело развалится. Иначе нам всем крышка. Понял меня, Паша? Да понял. Чего не понять-то? Только я тебя прошу, Паша, только не взавидовано. Ну, придумай там, чтобы у тебя авария... Я же как-нибудь сам с этим делом разберусь, ладно? Что да как. Ну, давай, разберись, только побыстрее, Паша. Сказал, разберусь. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ой, ну ты сама, не могу я вас сюда поставила. Так. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Здрасте. Здрасте, привет. Ой, тихо. Ну что, арестанка? Отощал, как на тюремных харчах. Да прям. Давай к столу. Тимоха. Папа. Ой, ты мой хороший. Давай к столу. Ну, какой к столу? Мне хотя бы умыльца надо. Ну, давай. Борис, садись. Нет, я быстро. Да садитесь без меня, я сейчас. Прошу. Давай. Здрасте. 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 Мама. Тебе чего? Мужа заждались. Ну, начинайте без меня, я сейчас подойду. Ладно. Ну что, первое слово нашему дорогому гостю, избавителю, дочери моей Полины. Давай. Ну, все будет хорошо. Ну и за здоровье, Полины. Давай. Подовольна. Дай бог. Добрый час. Давай, за маму. Дай бог. Ох, знатный первотек. Огурчики сами солей, Фёдор Михайлович. Это Полина. Она спец по соленьям. Димка, а ну-ка давай сюда, на этот стол. Мамку посади. Спасибо. А теперь тост и хакал. Дай это иллюзиям закусить-то. Мама. Господи, стойте, стойте. Я успела. Нанимай. Ой, Поля, какая ты красивая. Вот что любовь с людьми делает. Ты же с ума сошла, что ли? А что я так усказала? Да молчу я, молчу. Генночка, прости, пожалуйста, говори. Можно, да? Да. Спасибо. Тост в стихах. И в зной, и в снег, и в злую стужу. Она всегда нам дорога. Поднимем тост до нашу дружбу. Пусть будет жизнь, её долга. Молодец. А я всегда говорила, что он талантливый. Давай уйдём. Мне с тобой поговорить нужно. Давай ещё немножко вместе со всеми посидим, пожалуйста. Пойдём покурим. Пойдём покурим. Да я не курю. Да я тоже. Пойдём. Мы проветримся маленько, вернёмся. Пошли. Чё там с Полиной-то у вас? Хорошая она. Настоящая. Да не пара же она тебе. Почему? Она живёт тут спокойно. Делает, что должна, и всё. В городе-то ей нехрен делать. А у тебя в городе этот бизнес ваш. Тут-таки чего? Пётр Михайлович, вот ты скажи. Ты про жизнь что думаешь? А чё про её думать? Живи знать. Не, ну вот живёт человек. А зачем? Ой. Нам, крестьянам, об этом думать некогда. Весна, паши, сажай. Летом тоже не плашай. Осенью, само собой. А задумаешься, пиши пропало. Да у нас ещё хуже. Гонка, гонка, сплошная гонка. Я вот сейчас остановился, задумался. Зачем жил? Не понимаю. Ладно. Нам этих умных разговоров не разобрать. Пойдём, чё-то выпить захотелось. Пойдём, Пётр Михайлович. Девочки, за любовь. Прости, пожалуйста. Без обмана. Правда? За любовь без обмана? За любовь. А где Полина? Ой. Ой, господи. Она пошла Тимофу укладывать домой. Я знаю, что ты прошёл. Ну, ладно. Продолжение следует... ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Марин Сергеевич! А вы что, оставайтесь у нас? Да я у деда переночаю. Давай-давай, иди спать. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Я иду, собаки ловят на меня, мошенника. Да я же такой, как вы, коверцы, только без ошейника. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Горь, я друг с тобой, посол тебе в жуль. Вся деревня лежит над нами. А ты куда? С зуба? Я поехала, я в фиктуру не настрал. Куда ты поел? Ты с зуба сошла? Я поехала, я нормально. Я тебе сейчас поеду. А ну стоять! Пап, ну что ты начинаешь? Ну куда ты в таком состоянии поедешь? Ты что, с ума сошла? Каком я? Пап, в состоянии. Давайте я отвезу. Петр Михайлович, я отвезу. А машину и как я? Свою машину завтра заберете. Да? Да. Ну ладно, папочка, иди целуй, мой маленький. Я тебя люблю. Маленький, я тебя целую. Папа, пока. Да. Старая! 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 Тарая! Спи, Катюха, не хулигай. Да, да. Ну что ты не спишь, Катюха? Давай, 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 давай. Вот ты неугомонный, а. Ну спи, Паш. Чего тебе надо? Выйди на минутку. Пойдем в кроваты. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Чего тебе надо? Короче, Ужмур, ночевать не стал, сразу Мурина уехал. Короче, иди заводи машину. Едем туда, грохнуло, пока ночь. Все, хватит с ним возиться. Давай, пошел. Тихо, Ток. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Смотрите, маленькая моя, Катюшечка моя, Катюшечка, девочка моя, девочка моя, сладкая-сладкая. Что, опять тебя бил? Больше не могу так. Тимоха, беги к Никитиным, скажи, чтобы Володя машину заводил и к нам. Угу. Они поехали в море на кого-то убивать. КРИКИ ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА СТУК В ДВЕРЬ Так, прошу вас. Спасибо большое. Хорошо, меня подвезли, спасибо. А я что-то вам выпила лишнее. Осторожно, обоплитесь, обоплитесь. Правда, девочка, напилась. Здравствуй, Люба Здравствуйте, Семен Здравствуйте А что это-то на вы? Ну вы мне теперь чужой человек А что это вы по ночам к одиноким женщинам-то шляетесь? Что вам ваша жена или кто она там скажет-то на это? Люба, кто это? А какая тебе разница? Ты что думала, я по тебе сохну, что ли? Всю жизнь буду? Люба, кто это? Ты кто? Люба, мне кажется, надо объяснить Семену Это же ваш муж? Нет, это не мой муж Это чей угодно муж, только не мой Давай, давай Привет Привет Ерма Решилась? Ну я пойду переоденусь Поедем к Любаве, к моей сестре Я там вас точно поеду искать не будет Тимох, быстро спать к деду Тимох Я тебе сказала Ладно Больше ты его не увидишь Я тебе обещаю Это они Ты со мной разговариваешь Кто тебе дал право так говорить? Я тебе непосторонний человек Пересядь на мое место, машину не глуши Давай быстрее Я тебе еще раз говорю, что я тебе непосторонний человек Что бы ты там ни говорила Люба, я хочу знать, кто это ошивается Ночью вокруг моего дома А это не твой дом, это мой дом У тебя магазин и фургон У меня пекарня и дом И разговор закончен Так, да? Нет, не закончен Ты мне скажешь Люба, кто это? Что между вами было? Семен, успокойтесь Я вам сейчас все объясню Где взял вы это? Я это купил для охраны магазина Мы потом разберемся Ну, отвечай, кто это? Кто отвечает? Убери ты, это муж Полины Ах, муж, да? У Полины уже муж появился, да? Ну-ка Это не муж, это как твой больной Господи, ну это же... Больной, да? Это же муж, да? Никогда не выздоровеешь Ах, 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 ах Убери ты, это господи Ах, ах, ах Ах, 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 ах Ах, ах, ах Ах, ах, ах 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 Володь, куда ехать-то думаете? Да к моим армейским друзьям на Урал. Ну что? Они помогут, я уже с ними говорил. Володь, пойдем к моим в Германию. Поедем, поедем. Только потом, в гости. Кажется, Володьке Никитиной машина. С ним потом, давай, гони, нога пробита. Володя, это они, они нас убьют. Я вижу. Нет, они в Завидова спешат. Ой, господи. Проходите. О, Полина. Что? Хорошо, что ты приехала. Господи, тут такое было. Что? Твоего Доброва подстрелили. Что значит подстрелить? Ты соображаешь, что ты говоришь? Кто его мог здесь посреди? Он живой? Он живой. Тут же милиция была. А где он? Его скорую. Везла с ним, Любава поехала. Это Павел с Игорем. Так, спокойно. Володь, бери Ирму, идите в дом. Тема, а ты повезешь меня в больницу. Хорошо. Господи. Господи. Как он? Нюночка, у него вся грудь в крови. Господи. Так, Семен, берешь либалу, едете домой, потому что вам здесь делать больше нечего. Завтра утром приедешь, привезешь мне тапки, халат, что-нибудь из еды. Ну, езжайте. Я дальше сама. Ой, Полечка Петровна, здрасте. У нас такой кошмар. Вчера оперировали за видовскую старуху, сейчас мужика с огненстрелом привезли. Ира Ивановна, где? Да в операционную уже. Приготовь мне одежду, мне умыться наглее, помогу. А вы что, его знаете? Да нет, Тимоша, послушай меня. Деда, успокой, все нормально, операцию сделали. Да, мать с ним. Да, она была рядом. Я сейчас в больницу, а вечером приеду к вам. Ну, обязательно приеду. Все, успокой, деда. Давай, пока. Так давайте я вас подвезу. Не надо, Володь, ты сыром оставайся. Семен вон отвезет. Правда? Быстренько смотаемся. Давай, закругляйся, поехали. Пакет не забудь. Давайте. Полечка Петровна, я должна поставить капельницу. Давай, я сама, спасибо. Молодец, не разучилась. И ночью ты мне очень помогла. Ну и как наш больной? Как пульс? Ну как, как? Пока слабый. Ничего, он мужик крепкий, выкарабкается. А у меня для тебя есть ставка терапевта. Не хочешь? Да нет, Вера Ивановна, спасибо. Слушай, а помоги мне лицензию получить? Врача общей практики, а сможешь? А где ты их собралась лечить? В своей развалюхе? Почему развалюхе? Мне вон Боря обещал ремонт сделать. Ну хорошо, я поговорю. Ты тогда посиди с ним, а то ведь у меня, как всегда, медсестер не хватает. Хорошо? А я никуда и не собираюсь. Да я уже все поняла. Ой! Давай. Давай. Слушайте, куда вам ехать, а? Ну жалко мы слабой, не ну правда жалко, Володь. Ну и мать одна останется. Я боюсь. Кого? Братьям лет по десять дадут, не меньше. Ну если не больше. А потом ты можешь с Павлом развестись. Они отсидят и вернутся. Пусть только попробуют. Вон у тебя какая защита есть. Я готов вернуться. А ты как? Давай вернемся, Володь. Давай. Володь. Володь. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Нельзя тебе разговаривать. Доктор. Поцелуйте меня. Что? Пожалуйста. Больной Добров, вы что, с ума сошли? Не уходи. А я не ухожу никуда. Я теперь всё время с тобой буду. Клав! Господи, ну ты куда пропала? Давай же прийти, я сама проколю. Пустили бы сестринскую, поспали бы. Ну две недели на ногах, но на вас лица нет. Вот подниму мужа. Тогда я высплюсь. Тимоша, Полина скоро вернётся. Она говорила через недели две, не меньше. Ну как плохо без неё. Передай, вся деревня её ждёт. Ничего себе, это откуда столько? Почти вся деревня собирала. Почти вся деревня, а ты не надорвался пока нёс? Мама, мама, мама. Сейчас приду. Мама. Здорово, Тимоха. Здрасте. Садись. Ну, как жизнь? Нормально. Маму очень ждут. Сейчас скучились, я и дед. Ну а что после школы? Наверное, уедешь из Завидова? Ну как же, я маму брошу. Ей без меня трудно будет. А чем займёшься? Решил? Сначала в армию пойду, а потом... А потом придумаю что-нибудь? Придумаем что-нибудь. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Ой, простите. Поля! А ты почему здесь? Я тебе что сказала? Ты... Вера Ивановна, я... Да я даже ничего слышать не хочу. Бери ребёнка и быстро поезжай домой. Чтобы я тебя больше до воскресенья здесь не видела. А с твоим ничего не случится. Быстро отдыхать. Давай. Давай. Ой, ну мужики... Меня отпускают. Так что давайте мы собираемся и едем домой. Ну вот правильно, хоть и то спишься. Петр Михайлович от меня привет. А ты тут давай, я не разгуливай без нас особо, ну ладно? Не буду. Ну что сидим-то? Давай, давай. До свидания, Борис Сергеевич. Ты смотри, мы тебя с дедом ждём. Ха! Понял. Давай. Дед! О! Я дома! Ну наконец-то! А я как раз баньку протопил, а Тимоха где? А я его на почту отправила. Объявление написать, я завтра пенсии буду выдавать. Ага. Ну и давай в темпе. В самый жар сейчас. Давайте. Так. Здравствуй. Здрасте, Полина Петровна. Оль, ты чего? Что-то случилось? Ты заболела? Да, то есть нет. Только нет, конечно, я... Просто... В общем... Ну, Полина Петровна, сделайте мне аборт. Тебе сколько лет? Какая разница? Тебя что, изнасиловали? Нет, просто как-то так случайно получилось. Что значит случайно? Ты что, маленькая? Ты не знала, откуда дети берутся? Или может тебе рожать рано? По мне так в самый раз. Как же в самый раз? Я же не замужем. А ты выходи. Не за кого. Беременеть, значит, есть от кого, а замуж выходить не за кого. Оль, ты прямо сейчас иди к нему и все рассказывай. Кому? Генке. Кому же еще? С чего вы взяли, что это Генка? Возьмите, это не Генка и вообще, почему это должен быть Генка? Генка, откуда вы знаете? Да не могу я, ну как я за него, за этого лапти? Генка очень хороший парень, Оль. Я, значит, плохая. Да не плохая ты, просто маленькая и глупая, придумала себе какую-то ерунду. Да как же вы не понимаете, что он же потом всю жизнь меня, Володька, и попрекать будет? Да не будет он тебя ни кем попрекать. Он мужем будет очень хорошим. И отцом тоже, замечательно, Оль. Значит, мне поможете? Ой, глупая. Эх вы. Не буду я тебе аборт делать. Вот рожать будешь, помогу, обязательно. Всем, значит, помогаете, а я-то чем не угодила? Ну вот, Корякин теперь арестован, а Никита Панин, ему удалось удариться в бега. Работы, конечно, еще много, но завод мы вам обязательно вернем, Борис Сергеевич. Так что будете по-прежнему снабжать районки в печах. Я вот что решил, Глеб Иванович. Делами завода пока займется мой главбух. Он мужик толковый, главное, честный. А я в Завидово перееду. Больницу хочу там построить. Решение смелое, честно говоря, неожиданное. С другой стороны, у вас здесь все отлажено, а там... Ну что ж, удачи. Спасибо. А вы выздоравливайте. Уздоравливайте. Поль! Поль! Полина! Ау! Беда у нас. Я как чуяла. Генка Давич прибежал. Мать говорит, готовься, невесту приведу. Ну? Виску только от него беременная. Ну? И теми же ногами унесся. А через час прибежал. Лица на нем нету. Не пошло. Хуже. Шкаф тяжеленный двигала, чтобы выкидыш сделать. Никому, говорит, я не нужна. Ой, пусть сама себя порешу. Пойдем, Полиночка. Сходим. Может, вдвоем-то ее уговорим, а? Тимо! Пулей на почту. Позвони Борису Сергеевичу. Скажи, что я сегодня не приеду, ладно? Пойдем скорее. Давай-давай. Скорее. Борька! Ты что, сдурела, что ли, совсем? А ну, слезай немедленно. Господи, что ж ты делаешь-то? Ой, ты правда еще надумал? Правда, сдурела. Ребеночек ведь у нас будет. Господи, парень, я любит тебя, а ты? Слезай, я тебе сказала. Никто меня не любит. Ты никому я не нужна. Ай! Держи вы, руки-ноги целы. Ген, Оль, не ушибись. Чего молчите-то? Батюшки, ну что ж ты, ну дурная была, молча? Олька, была бы моя дочь, убил тебя, нофиг. Ген, кто любит себя, и ты его тоже. Вот и лаетесь. Ну, завсегда же так бывает, когда люди любят друг дружку. Господи, батюшки мои. Ген, ну ты за всем, что ли? Ну-ка, сейчас присед, говори. Выдешь за меня. Выдешь? Да не ори на меня, выйду. А я пеленочек вам напью. Распашончик, чепчиков всяких. Уголочков с выкрутасами. А соседки обзавидуются. Выдем. Ты меня звал? Вот, конюхи купил. Ну, красивый такой. Куда поставить? Ну, к ней в комнату и поставь. Ой, хороший. Кстати, она звонила. С кавалером едет, маме, папе показывать. А кто он? Ну, кто родители? Я не знаю. Вот приедет, спросишь. А они что, спят уже? Ну, не знаю. Люди взрослые. Может, и спят. А где же ты их положишь? Ну, вместе, что ли? Ну, наверное, вместе. Вот на нашу кровать положу. Зачем она мне одной? Ну, не знаю. КОНЕЦ КОНЕЦ Что? Люб, это... Давай... Ну, давай, чтобы... Ну, жить как раньше. Ну, чтоб всё было как прежде. А у нас получится как прежде? Если простишь, то получится. Ну, вот, ублю я тебя. Ну, не могу я без тебя, ну. Ну... 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 КОНЕЦ Ген, а ты зови своих и Никитинам скажи, что приходили, ладно? Ну что, наконец вся семья в сборе. Ты-то как? Нормально, Петр Михайлович. Через неделю здесь стройку развернем. Я кучу строю. Полицию будем строить? Михайлович, ты не волнуйся, сейчас очень быстро строят. Все готовое привозят, а потом собирают. Ну как конструктор. Давай в хату, проходи. Любань, а я смотрю, у вас с Семеном-то опять любовь, да? Да. Я же тебе говорю, что он вернется, а ты не приму. Ну куда я от него денусь? Он у меня первый и единственный. Ну у тебя аж тоже все, слава Богу. Так хорошо, что даже страшно. Такое ощущение, что сплю. Проснусь и нет его рядом. И я опять одна. Ой, да перестань ты. Ну встретились два человека, полюбили, ну разве не бывает? Да бывает, но что бы так? Он же ради меня всю свою жизнь меняет, а вдруг ему в деревне жить не понравится, уедет. Послушай, меняет, значит ему так надо, значит его прошлая жизнь его не устраивала. Я смотрю на мужиков, знаешь, они как дети. Кто в бандиты играет, кто в ученого, кто вообще говно собачий. А твой настоящий, никуда от тебя не денется. Да ладно. Так, Полина. Ты чего? Снимай. Кого ты? Поехали, поехали, пошли. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Тимоха, поехали с нами. Куда вы еще? Мы быстро прогуляемся и назад. Ты же с ума сошел? Какой прогуляемся? Что-что? Ну-ка! Ну ты что? Тебе не узнал? Садись, садись, садись. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА СТУК В ДВЕРЬ ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Так, приехали. Выходим. Борь, ну и чего мы сюда приехали? А ты посмотри внимательно. Не помнишь? Тимох. Мама, мы здесь Бориса Сергеевича нашли. Правда, что ли? Иди сюда, умник. Мы здесь друг друга нашли. И отныне это будет наше место. А я не против? Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин